В результате ЧАЭС была обесточена канатная дорога и в кабинках остались люди. По такой легенде прошло комплексное учение по реагированию спасателей и сотрудников других оперативных служб – Кубаниэнерго, скорой помощи и пожарной части. Задача спасателей – добраться до кабинок и эвакуировать людей. Тактическим учением поспособствовала и погода – туман, дождь или снег – те условия, которые часто наблюдаются в горах зимой. В горнолыжный сезон наша спасательная служба занимается оказанием помощи пострадавшим на склоне. К сожалению, горные лыжи иногда омрачаются травмами человеческими, поэтому мы им оказываем помощь и эвакуируем их также до медперсонала – нашего либо городского. Спасательные службы горнолыжных курортов проводят учения два раза в год, а тренируются еженедельно. Учения же такого масштаба на курорте были организованы впервые. В течение следующей недели такие же занятия будут проведены на всех других канатных дорогах, но мы на этом не останавливаемся. В начале декабря мы проведем комплексное пожарно-тактическое учение в системе РСЧС на одном из объектов – Красной Поляны. Чего мы хотим добиться? Мы должны убедиться в готовности наших сил и средств, если вдруг будет чрезвычайная ситуация, к реагированию. Помимо спасательных служб и горнолыжных курортов на Красной Поляне находится филиал Южного регионального поисково-спасательного отряда «Губань-Спас». В случае необходимости привлекается и муниципальная служба спасения. Прошедшие учения показали, что все оперативные службы готовы отреагировать на ЧАЭС так, как положено.